Что трое осужденных п***филов работали на детском телеканале? Что если я вам скажу, что эти люди руководили детьми на съемочной площадке? Что если многих несовершеннолетних девочек заставляли целоваться с мужчинами старше 18 лет на камеру? А что если бы вы узнали, что многие из этих юных жертв выросли и сами совершали неподобающие действия с детьми? А вот этого, кстати, я не знал. Это не слухи, это факты. Когда вы объединяете эти факты с осознанием того, что многие шутки, одежда и даже случайные фрагменты декорации были с сексуальным подтекстом, в этот момент вы начинаете понимать, что это все не просто совпадение, а наоборот сделано намеренно. Сегодня я расскажу о том, как сеть руководителей канала Nickelodeon разлучила детей актеров с их семьями, заставив актеров эмоционально зависеть от продюсеров. 8, 2, это, это, точка собака, это че это? Ничего, брат, забей. Чтобы затем злоупотреблять своей властью, зарабатывать миллиарды долларов на детском труде, заставляя их работать сутки напролет, а в случае чего давить и угрожать, если актеры хотят выступить против верхушки канала. И все эти случаи сводятся к человеку, создавшему несколько самых культовых детских сериалов Дэну Шнайдеру, о котором и пойдет речь всего дня. Подожди, а если мне нравились эти сериалы, значит я... Ну я же ребенком их смотрел, так что это не считается. ...выдяшним видео. Дэн Шнайдер и сам был актером в детстве, играя Денниса в очень популярном на тот момент сериале Староста класса. Его звали на ведение премии Kids Choice Awards, это что-то по типу Оскара от мира Nickelodeon, где его заметил Алби Хект, который занимал на тот момент пост главного продюсера на канале Nickelodeon. Он предложил Шнайдеру совместно создать новый детский сериал, чтобы привлечь новую молодую аудиторию на телеканал. Так как 80-й канал был максимально убыточным и терял миллионы долларов в год. И у них это получилось. Сериал получил название «Всякая всячина» и сразу же стал супер успешным, как только вышел в эфир. Шоу длилось 10 сезонов, дела шли в гору. Руководители... Настолько успешны, что нас даже его походу не переводили, да? ...выдители канала гордились работой Шнайдера и Хекта. Канал впервые начал приносить доход. И казалось бы, что могло пойти не так? Разве что какой-нибудь скандал о жестоком обращении с детьми. Что и произошло, по словам Анжелики Б... Это что, блядь? Я... Это... Это что-то крипово, не? Бейтс, который было всего на тот момент 12 лет. А подожди, а что не помогали-то? Анжелика, первый... Ля, это же на самом деле супер страшно. Кое-кто осветил насильственные действия со стороны Nickelodeon. Анжелика вспоминает, как продюсеры Nickelodeon были против того, чтобы... Причем я просто, ну, напоминаю дохренища же истории, вот, связанных с тем, что там на съемках сериала для Nickelodeon творится такая херня. И там постоянно говорили, ну, типа, кому ты расскажешь, пизда твоей карьере. То есть там люди молчали просто потому, что, ну, если бы они что-то сказали, была бы пизда в Голливуде, понимаете? А тогда вообще культура отмены, ну, как таковой, по сути и не была, скажем так. То есть кто-то мог знать, что ты долбоеб, но, честно говоря, всем было насрать. Ибо интернет не сильно заселен, сука, пользователями, поэтому, ну, похуй плюс похуй, как говорится. И то есть люди, по сути, в себе это держали на протяжении, ну, вот она с 96-го, ребят, чтобы вы понимали. Сами посчитать, сколько времени прошло. Ее мама присутствовала во время съемок, что якобы мешало производству сериала. Хотя некоторые родители оставляли своих детей без присмотра на время работы. И они доверяли продюсерам и не стали лишать своего ребенка возможности построить карьеру самостоятельно. Также стоит упомянуть ситуацию. Но она, кстати, еще и молодец. Она, по сути, выросла, ну, судя по фрагментам, которые показали, ну, нормальную здоровую леди. То есть, я так понимаю, не употреблять наркотики, там не ебанулась как-то. Ну, просто вот женщина-женщина, норме, с вами, довольно. То есть она это еще и молодец, она пережила это, судя по всему. Второе руководство канала еще больше стало недолюбливать мать Анжелики. Когда была ситуация с сексуальным домогательством в адрес Анжелики, и ее мама пригрозила каналу иском в суд. Но этого не было сделано, так как и у Никелодиона было кое-что на маму Анжелики. Ведь та подвергала свою дочь физическому насилию, как и дома, так и на съемочной площадке. А-а-а, сука, понятно. То есть, тут еще вдобавок охуенные вот эти, знаете, родители, которые такие, дочка, ты станешь звездой, сука, я, я реализую за твой счет. Охуенные мамаши, кстати. Ведь на самом-то деле это не единичный случай, дохрена нища же есть таких родителей. Это причем один из тех самых, знаете, стандартных образов, когда вот мы говорим про детей звезд. Вот именно родители всегда такие практически. Причем иногда это приводит ребенка вообще в полную пиздецу. Ну вспомните, допустим, пример того же Макалея Калкина. Вспомните, что там родители какие охуевшие были. А ребенок-то, ну, он ничего не понимает. Ну, он будет следовать, делать то, что говорит родитель. И поскольку никакой огласки в это время об этой ситуации не было, руководство канала приняло решение постепенно давать все меньше и меньше работы Анжелике из-за вмешательства ее матери. После чего окончательно избавились от Анжелики и переключились на другие проекты с детьми. Отделять детей от родителей... Детей же так... Ой, в смысле осуждаю. Это, по-видимому, главная фишка Никелодион. Этому есть подтверждение от многих актеров. Например, от Тайши Хэмптон, которая рассказала о подозрительном поведении, с которым она столкнулась на съемочной площадке. Она также подтверждает, что в эти моменты родителей не было рядом. Аманда Бэйнс. В свои 10 лет Аманда выделялась среди своих... Ля, подожди. Стоп, так это же та самая, которая снималась в фильмах популярных, комедийных, которые постоянно по ТНТ крутились. Она там постарше, конечно, была. Это же она, да? Помните, где она там еще переодевалась, пацана? Это же она. Сверстниц. И демонстрировала свои актерские навыки, играя различных персонажей. В подростковом возрасте она уже хорошо держалась в кадре, чему мог позавидовать любой другой взрослый актер. Шнайдер явно проявлял знаки внимания в ее сторону и боготворил Бэйнс, благодаря чему и дал ей проект под названием «Шоу Аманды», которое впоследствии стало одним из самых рейтинговых на телеканале. Самым странным в этом шоу был скетч под названием «Джакузи Аманды». Ну, ладно, сомнительное название, но, наверное, там ничего плохого не было. Где она, будучи 13-летней девочкой, брала интервью у взрослых мужчин в бассейне. В одном из эпизодов также поучаствовал, как вы думаете, кто? Дэн Шнайдер. Учитывая тот факт, что у Аманды были очень напряженные отношения с родителями, Блядь, почему всем было похуй? Тогда это реально же странно. В частности, с отцом. Дэн Шнайдер, узнав про это, сразу же попытался стать для нее заменой отца, чтобы быть к ней еще ближе. Также, в этой ситуации хочется рассказать о самой жести. Был человек с именем Джейсон Хэнзи. Он был ассистентом режиссера и по совместительству очень хорошим другом Шнайдера. Он работал над шоу Аманды и вызывал у всех положительные впечатления. И был на хорошем счету у руководства... Но... ...электронного письма от Джейсона, где тот отправил ей фото, на котором мастурбировал. Блядь. Че за хуйня в этих ваших Голливудах? Не-не, лучше я дважды два буду смотреть, ребята, там такого говна нет. Ведь нет? Ведь нет, скажите, пожалуйста. После этого электронного письма, ее дочь ушла из индустрии, а Хэнди был арестован в апреле этого же года, так как правоохранительные органы обнаружили на его компьютере более 1700 изображений молодых девушек. Вы... Нихуя себе коллекцию учила. Он че, всю жизнь собирал? ...практических позах. А также 7 видеозаписей с детьми, которые совершали сексуальные действия. Вот это, кстати, вот та самая ситуация, где фраза «А что в твоей папке» была капец как уместна. В 2004 году он был приговорен к 6 годам тюремного заключения по статьям за развратные действия в отношении ребенка и распространение материалов сексуального содержания по электронной почте. А также по обвинению в правонарушении, связанном с сексуальной эксплуатацией ребенка. Многие из вас, вероятно, думают, что 6 лет это очень мало. И... Сюрприз. Он... Блядь, только не говори мне, что он вышел из тюрьмы и пошел работать опять со Шнайдером на Никелодию с детьми. Я... 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 Ну, то есть, ну нет. Ну нет. Вышел на свободу в 2014 году и совершил еще два тяжких сексуальных преступления в отношении ребенка. И это далеко... Я вообще не удивлен, но я бы больше... ну, короче, я бы больше удивился, если бы он вернулся работать со Шнайдером. Вот тогда бы я реально прихуел. А так я вообще не удивлен. У Чела, если что, 10 тысяч фотографий, нахуй, детей маленьких. 10 тысяч, какие в жопу 6 лет выебанулись. Там, во-первых, не то, что в тюрьму Чела надо, там надо в психушку его отдавать. Лечить, блядь, ну там Чел просто ебнутый. Когда... фил был причастен к телеканалу Никелодион. Актер Дрейк Белл, известный по сериалу Дрейк и Джош, сблизился с учителем по актерскому мастерству Брайаном Пэком. Тот постоянно приглашал Дрейка к себе домой на уроки актерского... Бедный Дрейк. ...ского мастерства. Там же во время занятий присутствовал и отец Дрейка, Джо. Поначалу все шло хорошо, однако со временем Джо стало не по себе от отношения Брайана к своему сыну. Джо, отец Дрейка, выразил свои опасения, на что его назвали гомофобом, из-за сексуальной ориентации Брайана. Узнав о недовольствах отца, Брайан начал манипулировать Дрейком и заставлял его... Бля, охрененно звучит. Ты приходишь, говоришь, короче, какие-то странные хрени происходят. Я прям это вижу, ребята. У меня сын ходит постоянно, ну, с мужиком, и там, ну, странные вещи происходят. Да нет, ты просто гомофоб, блядь, поэтому думаешь то, что он его ебет. А он просто педофил. Ну типа, бля, ну вас уже осуждаю, ну че за хуйня, блядь? Че, ну это же реально какая-то хуйня ебаная. Разорвать отношения со своим отцом под предлогом, что это якобы может навредить его будущей актерской карьере. Честно, мне до сих пор непонятно, как, зачем и почему. Блядь, вот серьезно, я нахуй ненавижу культуру отмены в большинстве своем, потому что она редко реально работает на благо. Но, блядь, вот здесь ее действительно не хватало. Вот прям сто процентов не хватало в то времена вот интернета, просто чтобы люди моментально начали поднимать эти темы. Это вообще, это лютый пиздец. Но Брайан смог убедить мать Дрейка, чтобы юный Дрейк смог оставаться в его доме с ночевкой во время прослушиваний в различные проекты. И, к сожалению... Произошло то, чего опасался отец актера. Дело, само собой, дошло до правоохранительных органов, где те, прослушав все телефонные разговоры Брайана, убедились в его пиздских наклонностях. Брайан Пэк был признан виновным в растлении малолетних в 2004 году. Он провел в тюрьме всего 16 месяцев и был... Прикинь, просто ебало людей, которые с ними работали. Они такие... Не может быть! Кто бы мог подумать? Вот это да! Незадача, да! Я вот даже не думал, что вот он такое может сделать. Блин, да! Угу. Был освобожден. И если вы удивлены таким ужасающе низким приговором, Байк вышел на свободу в 2006 году. И угадайте, что? Давай! И устроился на работу в Дисней. Да! Охуеть! Блять, охуеть! Нахуй! Сука! Блять, просто понимаете? Чел работал в Nickelodeon. Nickelodeon. Он попался на такой теме, после которой, ну, отменяют нахуй. Ты максимум будешь работать в алмарте кассиром. Чел выходит из тюрьмы, похуй, что 16 месяцев. Это и понятное дело, что мало, но не суть. Он выходит и устраивается в Дисней, блять. Умите! Блять! Ай, кап! Что? Там он работал над сериалом «Сладкая жизнь Зака и Коди». Нет! Че? Где в главных ролях были два маленьких брата-близнеца. Я не хочу, знаете, вот, давай вот на этом закончим. Только не говори, что сейчас, ребята, это тема для другого ролика. Несмотря на эти ужасающие обстоятельства, Дрейк остался в киноиндустрии и продолжал сниматься в суперпопулярных сериалах для Nickelodeon. Кстати, о популярных сериалах «Зои 101». Именно на съемках «Зои 101» появилось много фотографий, на которых Шнайдер позволял себе больше, чем просто общение с детьми. В «Зои 101» было 34 различных сцены поцелуев. И хотя это может показаться не таким уж странным для подросткового драматического шоу, Это часто приводило к тому, что несовершеннолетние актрисы целовались с 18-летними мужчинами. Брандо Итану было 20 лет, а Виктории Джастис – 14. Виктории в это же время также пришлось целоваться с Джареном Возбургом, которому было 18 лет. И представьте себе, 12-летняя Джейми Линн Спирс должна была целоваться с 22-летним Джастином Тимберлейком. На съемках «Всякой всячины». Также недавно всплыла очень странная сцена из «Зои 101», и многие считают, что это сексуальный подтекст. Актриса из этой сцены вспоминает, как Дэн заставлял снова и снова брызгать в нее липкой жидкостью. В то время началось производство сериала «Айкарли», который резко начал набирать обороты. Основная идея «Айкарли» заключалась в том, что Карли и ее друзья Сэм и Фредди ведут интернет-шоу из своей... Блядь. Так, ладно, я просто передышку делаю. Сам Дэн часто общался с фанатами шоу напрямую, и в своем блоге, где он делился информацией о закулисе и отвечал на различные вопросы, он также начал публиковать множество закулисных роликов на своем ютуб-канале, которые явно демонстрируют нам о том, как актерскому составу, мягко говоря, некомфортно находиться рядом с ним. Как будто бы лучше бы чувак это не снимал бы вообще. Меньше компромата было бы, согласны? Ля, может они реально сидят и думают то, что их, ну, просто, ну, невозможно выебать, они такие самые крутые, на вершине Эвереста, и вообще там закон им, ну, по колено. Вообще им похуй на него. По этой причине они садятся в тюрьму, выходят, тут Диснеи те же самые. Вместо того, чтобы, ну, остаться, типа, хер знает кем до конца своей жизни, на своей поступке. Это так лame. Ты знаешь, что у average adulto американской мальчиков 18 лет на каждой из тюрьмы? Это то, что происходит когда это пустыненько. Да, серьезно. Дай нам домой, Дан. Мы бы домой, если бы вы получили... Субтитры делал DimaTorzok В этих роликах мы видим, насколько непредсказуем Дэн. Просто посмотрите, как Миранда отступает от Дэна, когда он заходит ей заспи... Блядь, он похож на, знаете, этого, как его, сука, зовут персонажа из кота в сапогах, вот этот злодея, поняли? Ну, а затем обнимает ее сзади, и как она неловко замирает. Как вы могли видеть, когда Дэн направляет камеру на лица... Какой нахуй тоха, блядь? ...этих актеров... Вы с ума сошли? ...они часто приходят в замешательство. Они выглядят крайне неуверенно и испуганно рядом с ним, когда он разговаривает с ними. Также в шоу Шнайдера ноги всегда показываются крупным планом, и актеры оказываются в неловком положении, когда им приходится касаться ног друг друга. Многие отмечали, что логотипом Nickelodeon в какой-то момент была нога, предполагая, что влияние Дэна было настолько сильным. Блядь, кстати, я никогда не знал, что логотипом Nickelodeon была нога, вы знали про это? Ну, вообще, как будто бы да! Ну, я даже не замечал, я, короче, думал все время, что это что-то типа кляксы. Ну, знаете, как будто вот краской вот так кинули, и все. Оказывается, это была нога все время? Бля, а как теперь мне жить? Что он заставил руководство сменить логотип. И это далеко не просто какое-то совпадение или разовая шутка, учитывая тот факт, что Шнайдер рассказывал в своем блоге о мельчайших деталях производства сериала. И то, что многое сделано не просто так, а продумано до мелочей. Например, ожерелье Сэм. Как сказал Дэн, сделано из того же пластика, из которого делали старые радиоприемники, которые, к слову, очень любил коллекционировать Шнайдер. В другом посте... Блядь, ну как будто собирает, знаете, свою идеальную женщину, что-то типа такого. Ну, нет, это пока что, конечно, около шутки все, но как будто бы реально так. В своем блоге он рассказывает об одной из многих неуместных шуток, в которой взрослая женщина... Какую-ка это идеальную женщину, идеальную девочку вообще получается, учитывая ситуацию. ...сексуализирует 17-летнего актера. На первых нескольких дублях, когда Джейн произнесла свою реплику... Эй, эти штаны тебе очень идут. Она смотрела на его брюки спереди. Я попросил режиссера тихонечко вмешаться и сказать ей, что, поскольку это для Nickelodeon, мы бы предпочли, чтобы она посмотрела на заднюю часть его брюк. Также, во время работы на Дайкарле, 47-летнему Мартину Вайсу, который руководил десятками детей актеров, было предъявлено официальное обвинение в сексуальном насилии. Мальчик рассказал полиции, что около 6 лет назад у него был секс с Вайс от 30... Ля, прямо сейчас так хочется сказать одно слово, которое запрещено над вещей. Прям так хочется, вы не представляете. Вот у меня вот ничего в голову не приходит, кроме этого слова. ...до 40 раз. И насилие прекратилось, когда ему исполнилось 15 лет. Но Вайс отрицал, что это было насилие, потому что 15-летний актер якобы сам проявлял интерес к Вайсу. Но мальчик сказал, что Мартин убедил его, что это обычное дело в индустрии, и отказ разрушит его актерскую карьеру. В очередной раз Фил проник в Никелодион, и ничего не изменилось. Шнайдера это не остановило, и он продолжал набивать свои карманы деньгами. Сериал «Зои 101» недавно закончился. Дэн знал, что Виктория Джастис, которая принимала участие в сериале, имеет потенциал для собственного шоу, и решил создать Виктория-победительница с Джастис в главной роли. Ариана Гранде Виктория, как я помню, самый пиздец начался. Там, короче, есть даже слухи про то, что, ну, кто-то соглашался на все условия Шнайдера, и, ну, вы понимаете, что делать. Как известно, добилась успеха в Виктории-победительнице. Она была идеальным дополнением к шоу благодаря своим потрясающим вокальным способностям. Но ее роль в шоу заключалась в легкомысленной девушке, которая говорит буквально все, что у нее на уме. Идеально для того, чтобы Дэн мог воспользоваться этим и вставить еще больше неоднозначных намеков. А почему я этого не помню? Чей, если вам интересно, были ли сцены с ногами только в Айкарле? Ответ? Нет. На самом деле Шнайдер начал еще больше уделять этому внимание в Виктории-победительнице. В конце 2010-х годов люди также анализировали его старые твиты, в которых он постоянно говорил о ступнях и пальцах ног людей. Этот палец принадлежит одной из звезд моего шоу. Чей этот палец? На что он позже написал в твиттере? Этот палец принадлежит милой и невероятно талантливой мисс Джанет Маккарди, которая ранее играла в Айкарле, а потом был совместный проект с Рианой Гранде, с Сэм и Кэт. Напишите на своей ступне Сэм и Кэт, поставьте хэштег, и мы будем ретвитить и подписываться, пока у нас не заболят пальцы. Я также... Чё-то чувак слишком сильно помешан на ногах, не? Нашёл очень старую... Какой-то фут-фетишист нахуй мирового уровня, таких никогда не видел. ...парую рекламу Pepsi, в которой Дэн снимался в конце 80-х, и этот ролик был сосредоточен на его ногах. Исходя из этого, мы можем предположить, что странный фетиш Шнайдера начался ещё в детстве, когда... А, это он был? Я, кстати, тогда не воспринимал эту рекламу как что-то прям супер пиздецовое. Я думал, что, ну, чувак бегает, ладно. Ему было 14 лет. Теперь после того, как мы... Ну, извинился. А теперь, надеюсь, он же просто не вернётся больше в бизнес, да? Бля, я не хочу его гуглить нахуй. Я же уверен, что он вернулся в бизнес. Мы услышали множество обвинений. Я даже уверен, не вернётся, а вернулся уже. Слухов, свидетельских показаний, обвинительных... А, он только про рекламу извинился. Блядь. Тогда вообще, тем более, забейте хуй. Судебных приговоров и признаний, связанных с работой Дэна Шнайдера на Nickelodeon. Остаётся только гадать, было ли это простым совпадением или заговором верхушек канала. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Бля. Чё-то у меня жопа-то подгорела. Ну, Егор молодец. Развивается. Идёт наверх красава. Гений. Типа, реально, канал хороший, очень хорошо. Хорошо подаёшь информацию. А Шнайдер хуесос ебаный. Вот, закончим на этом. Продолжение следует.